Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – идейно-тематическое, правденное в содержании литературного произведения. Тема от греческого слова «мечто, положенное в основу», обозначает главные мысли литературного произведения и его предыдущего основания. Тема характеризует все явления и светильности, которые отрождены в данном святении. Один из первых авторов учебника «Введение в литературоведение» обращает, определяет тему как основную проблему, поставленную в писатель. Здесь неуместно знак равенства между близкими, но отличающимися между собой дружескими тигурами. В теории литературы тема неизвестная. Сквозные литературные темы. Они зарождаются в одной эпохе, затем и активно развиваются. И в этой эпохе, совершая свою эстетическую ситуацию. Так в литературе 19 века отделяется тема «маленький человек». Понятие «маленький человек» не имеет отношения к большим с тем рабочим. Этот тематический тип воритетовался в чиновнической идее. В обществе разноченны именно в бумаг неполноценных и вшимлённых социальных вшим. Тема «маленького человека» представлена в истории в эволюционном развитии. Личность подавлённый пункт расчётчик. Проблема, слово «проблема» означает «задача», «задача», «мечта» «брошенная в трёх, выделённых других вон и в жизни». Как категория содержания выделяет в актуальную жизнь противополучия личных писателей и его героев, нуждающихся в их разрешении. Зачастую автор выносит проблему в названии своего произведения, в котором описывается символически важнейшие ситуации эпохи и вступающие в течение. Эта категория не разрешается до конца. Она является первоактивой литературных виктов и вшитом титра. Наука литературе утверждает, что проблематика вырастает из темы. «Тумурия», «тумуруя», «тумуруя», «постеловскую концепцию», «оправдание» можно установить. Идея от греческого понятия «представление» – это мысль, общее понятие, «представление» – это первоопласть авторского решения, и возображает его в основном и психологическом начале жизни общества и человеческой. Для поспелого идея становится единственной из тех, кто он содержит. В обобщенном плане идея представляет собой сумму. Тематика, проблематика, эмоциональная оценка идеи. Идея литературного произведения может быть историческим и эстетическим, правдивой или ложной. Ложная идея послужила причиной личного положения, здорового, дома, души. Идея идеализировала весь помещий. Исторически правдивая идея губернского плана, теми, и свечевая свинцовые терзости северного, которые представлены в первой части этого произведения.